Всякий раз, когда со сцены с громким скандалом уходит очередной кооператив, который обещал высокое процентное счастье, после него остается, что называется, выжженная земля. И всякий раз мы задаемся одним и тем же вопросом. Ну почему этот финансовый инструмент пользуется у средневзвешенного россиянина таким коэффициентом доверия? В коммерческих банках процентная ставка 9-11%, а инфляция практически, фактически 15-16%. То есть деньги там съедаются. Я не доверяю банкам. Банки меня уже накололи в свое время. Я там потеряла все, что накопила за 40 лет работы. Никогда не слышали, что и в Новосибирске, и в России в целом, к сожалению, кооперативы часто банкротятся. Да, я как-то не обращал на это внимания. Александр Шаров только один из тех, кто доверчиво отнес свои деньги сразу с два кооператива. Сибстрой под 48% годовых и Сибирский торгово-финансовый союз под 38%. Откуда такие большие проценты? Он говорит, мы занимаемся строительством. Там прибыль, говорит, почти что 200%. Ну, думаю, солидная фирма. Если с этой мотивацией, которая тянет россиян на дно, все понятно, то тотальная неспособность оценить риски таких вложений, все-таки удивляет. Во всех кооперативах вклады застрахованы. Я сколько раз спрашивала. Где застрахованы-то? Застрахованы на каком-то счете определенном. Мне сказали, что кооператив защищен резервным и страховым фондом. На всех наших договорах стоит слово «застрахована». Я спросил, что это за страховка. А это, говорит, как в коммерческих банках. Я поэтому поверил. Пообещали, что по программе путинской вот эти кооперативы защищены президентом. И будет гарантия, что люди, как страховой фонд, они получат деньги. Я думала, что так же, как при советской власти, можно верить. В этой череде заблуждений все смешалось, как в доме Облонских. От несуществующей программы Путина и договоров со страховыми компаниями до самого неприятного. Уверенности в том, что в кооперативе будет так же надежно, как и в коммерческом банке. Для справки, вот уже более 10 лет к ряду возврат денег на банковском депозите в случае какого-то ЧП регулируется государственной системой страхования вкладов. Фонд страхования на сегодняшний день составляет более 230 миллиардов рублей. Если даже взять такой случай, что будет сразу очень много отзывов, лицензий и недостаточно будет фонда страхования вкладов, в этом случае агентство по страхованию вкладов получит дополнительные ресурсы от государства. Итак, каждый вкладчик коммерческого банка может рассчитывать максимум на 700 тысяч рублей, даже если его депозит был гораздо более весомым. Именно вокруг этой магической цифры часто и крутятся россказни идеологов кредитных кооперативов. У нас же есть свой резервный фонд, формируем для наступления страхового случая. Если наступает банкротство, наши члены, они как и тут кредиторы первой очереди в сумме до 700 тысяч рублей. Так убедительно вещают в Новосибирском фонде сбережений. Как мои деньги будут застрахованы? У нас же есть резервный фонд, и мы же являемся вторым уровнем банковской системы. Банковская система у нас имеет только два уровня. Это Центральный банк Российской Федерации и коммерческие банки, соответственно. Может быть, Дед все-таки спрятался второй и третий эшелон? Нет, безусловно, в банковской системе понятий эшелонов нет. Выяснить, что такое второй уровень банковской системы для отдельно взятого кооператива, мы идем уже раскрыв все карты. Давайте с вами побеседуем на пример того, что вы обещаете, что если я вложу деньги, я получу компенсацию. Вы с нами будете беседовать или нет? Берите, пожалуйста, карты. Второй испытуемый кооператив, где тоже сочиняют сказки, это эконом-инвестсоюз. В случае вам просто, СРО за нас обязан и будет платить ГАН. То есть, если я вам 600 тысяч кладываю, и в случае вашего подкротства 600 тысяч, я получу обратно? Это гарантированно по закону. За вас будет возвращаться СРО, в котором вы состоите, да? На части экзаменационного билета нам вроде бы отвечают правильно. Потому что самая регулируемая организация, членом которой должен становиться теперь любой российский кооператив, действительно будет платить по счетам. Но если внимательно прочесть 40-ю статью профильного закона, становится понятно. От всего размера компенсационного фонда СРО, каждый конкретный кооператив, который лопнул как мыльный пузырь, может рассчитывать только на 5%. Вот размер компенсационного фонда вашего СРО, который составляет чуть более 10 миллионов. Потолок выплаты компенсации СРО составляет не более 5%. 500 тысяч рублей. Хорошо. Сумма составляет 500 тысяч рублей. У вас разрешение на съемку имеется? В кооперативе «Профит» сочиняются те же легенды о возможностях компенсационного фонда СРО. А у вашего СРО сколько компенсационного фонда? 10 миллионов, 253 тысяч. То есть, мои 650 тысяч, на них хватит? Да, на них хватит. Вы подтверждаете, что это компенсационный фонд вашего СРО? Да, да, мы принимаем декорацию. Я вас спросил, про конкретные 650 тысяч, мои деньги? Выдите, пожалуйста, если бы нет. Я не готова с вами разговаривать в таком тоне. Нам везде оказываются, мягко говоря, не рады. И сибирская касса сбережений, где нам посулили по 200 тысяч на душу населения за счет средств СРО, хотя его возможности сегодня гораздо жиже, тоже не исключение. У вас есть разрешение или согласование с руководством о съемке? Мы звонили два дня непосредственно. Ну что, руководитель сказал, что он добро не давал. Единственный кооператив, где набрались мужества для открытого разговора, это КПК-бонус, который, кстати, тоже не выдержал весь экзаменационный опросник. В частности, нам заявили. Уставная капитала у нас, что у фига, там, миллион. Откуда у вас такой уставной фонд? Позит миллион рублей. У нас нет уставного фонда. Почему он тогда в разговоре об этом говорит? Может быть, это была оговорочка. Кроме того, почему-то в бонусе открестились и от членства в СРО. У нас нет у него в СРО, у нас нет у нас кооператива. Когда она будет, мы, конечно, вступим к там, и все такое. У нас кооператив состоит в СРО. Почему Руслан Владимирович сказал, что ваш кооператив в СРО не состоит? Ну, я не знаю, может быть, это было какое-то недоразумение, либо не совсем понял Руслан Владимирович этот вопрос. Если вы думаете, что за эти информационные шалости кооперативы кто-то наказывает, глубоко заблуждаетесь. Самые регулируемые организации, даже если какие-то выявляют нарушения, у них нет обязанности направлять соответствующие уведомления нам. Поэтому, если и было, то мы о таких случаях не знаем. Еще один вид мимикрии – это визуально-словесная. Первая сберегательная касса Сибири, новая сберегательная касса, сибирская сберегательная касса и просто сберегательная касса. В возникновении всех этих вариаций нет недостатка фантазии. Видимо, просто хочется погреть руки у очага Сбербанка России. Но поскольку слово «сберегательный» не является охраноспособным, это вполне себе законно. Кто-то идет дальше и рядится в такие знакомые логотипные одежды. Действительно, они используют не совсем круг, действительно, полоски выполнены не совсем так. Но вот, несмотря на отдельные отличия, обозначения, ассоциирующиеся с друг другом в целом, являются сходными до степени смешений. В сибирском отделении Сбербанка нам осторожно не стали конкретизировать, выясняет ли этот рыночный тяжеловес с кем-то отношение в суде. Мы сравниваем ее с тем восприятием, которое у нас сохранилось, которое нам запомнилось из рекламных материалов Сбербанка. Учитывая общую сходство цветовое, общие какие-то решения в виде трех полос, мы можем подумать, что это относится к компании Сбербанка. В сухом остатке ни один из тех кооперативов, с которыми мы познакомились поближе, экзамен на пять так и не сдал. Ох, вот эти сказочки! Ох, вот эти сказочники! Их, хоп! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok